Бизнес-ланч Сегодня, ну я думаю, исходя из тех регалий, которые я перечислила, поговорить нам 100% будет о чем. Обязательно поговорим о том, что такое женский бизнес, что такое женщинами предприниматель. Но начать бы мне хотелось с вашего детского сада. Детский сад Бомбини, и ему уже 12 лет, опыт уже накоплен. Пожалуйста, расскажите, вот как все началось тогда. Спасибо вам, что пригласили. На самом деле для нас предпринимателей со стажем 12 лет и общественников с синхронным стажем это очень важно. И я думаю, что целесообразность не нужно доказывать того, что сейчас очень медийность на такой высокой планке. Мы все в Инстаграме, мы все в разных других соцсетях. Радио 1 для меня любимое радио в Подмосковье. Поэтому, если говорить о частном детском садике, то, конечно же, старт этот был спонтанный. Решение было принято психологическое. Сыну нужен был детский сад, но, естественно, детский сад возник. И из всех претендентов тогда, ну вот как сейчас у нас конкурс Lady Business, да, то тогда у нас были претенденты на то, чтобы занять помещение в 574 квадратных метра. Их было достаточно много, но я доказала застройщику, приходя с папочкой, разговаривая с ним на диалоге бизнес-процессов о том, что именно я должна войти, и я продержусь, и я сделаю. На самом деле сейчас так и есть. А вот если мы будем брать город Фрязино, то я самый такой старинный, если подходит сюда это слово, частный детский сад с лицензией, не только на город Фрязино, на наш наукоград, но и на город Щелково. Скажите, Ирина, а вот так вот получается, что те детские сады, которые были, они не соответствовали тем требованиям, которые вы к ним предъявляли, да, если пришлось, фактически ребёнку понадобилось, пришлось пойти и просто создать и открыть свой собственный детский сад. Вы знаете, тогда была очень такая серьёзная очередь. Дефицит, да, был. Да, был дефицит, сейчас он максимально решается, как это возможно. Вот, тогда был дефицит, и мне захотелось создать ребёнку хорошее пространство. Но по классике жанра, как только я создала частный детский сад, нам дали путёвку. То есть это был такой юмор моей жизни. Я до сих пор говорю сыну спасибо большое. Он, конечно, на дополнительные занятия ходил. Но он пошёл в какой детский сад в итоге? Он пошёл в детский сад, и в наш ходил, и в государственный ходил, потому что государственный был ближе. Живу я в городе Щёлково, я работаю в наукограде Фрязино, очень его люблю. Он пошёл туда, где было локационно ближе, но к нам на дополнительные занятия, праздники, музыкальные занятия всегда присутствовал. И, естественно, все детки, мы уже, наверное, порядка пяти, более пяти тысяч деток выпустили по дополнительному образованию. По образованию в целом, да, вот у нас мы работаем по лицензии государственного образца. Конечно же, дополняем дополнительными разными образовательными и развлекательными мероприятиями. Но, тем не менее, лицензия есть лицензия. Я думаю, что каждому родителю важно, приходим мы в клинику, есть ли там лицензия, приходим мы в школу, есть ли там лицензия, да, и приходим ли мы в частный детский сад. Это гарантия. Конечно. Сейчас очень много семейного всякого, такого интересного, альтернативного, но лицензия есть лицензия. Скажите, Ирина, а опыт какой-то был вообще вот в такой вот деятельности? Насколько это было близко? Кто по образованию, из какой сферы пришли во всё это? И как вообще вот так вот? Да, хочется детский сад. Вот есть помещение, нужно успеть его занять, а дальше-то что? Всё равно это такая ответственность. Как здесь справлялись? Вы знаете, у меня был большой психологический опыт уже на тот момент, большой спектр клиентов, семейная психология, детская психология. Детки до сих пор меня любят, я уже сейчас как детский психолог не работаю, если только для близких. Понятно. Вот, но по семейной психологии меня очень сильно знали, я понимала, что в принципе, если подходить к бизнесу на начальных этапах с психологической точки зрения, то многое можно прорешать. Вот этот опыт у меня был. Ну и, собственно говоря, я, честно говоря, собиралась начать психологический центр делать. В итоге 12 лет садику, и в этом году только мы начали делать психологический центр Дел Даниловой. Где? Это для взрослых или для детей? Это для взрослых на данный момент. Это семинары, тренинги, личностный рост, семейная психотерапия, консультирование. Но я думаю, что что-то, конечно же, мне хочется открыть для деток. Пока это на стартапе, у нас 4 коллеги со мной работают, но я думаю, что мы сделаем всё возможное для того, чтобы этому делу также было много лет, как и частному детскому саду. На чём держится детский сад? Какие группы, коллектив? Расскажите об этом тоже. Знаете, конечно же, команда, и, конечно же, никогда нельзя экономить на структуре тех услуг, которые ты предоставляешь. Либо на структуре того производства, того товара. То есть развитие именно самой методики, именно того, чтобы детки каждый день были чистыми, аккуратными, образованными, довольными. То есть если даже нам ребёнка отдали чуть-чуть недовольного, мы его вернуть должны довольным и образованным. То, конечно же, я думаю, что услуги продавать сложнее, чем продукт. Услугу пока не поймёшь, её не оценишь. Поэтому сколько угодно можно давать рекламу частному детскому саду. Если там нет сарафанного радио положительного, то это будет сложно для предпринимателя его развить. Поэтому, конечно же, развитие, лицензированная программа обучения, питание. Мы ко всему подходим целостно, всё важно. Какие группы и с какого возраста? У нас годика. Наша фишечка такая. Мы можем принимать детишек с годика. И идут с годика? Конечно, идут и очень радуются. И у нас их больше всего, на самом деле, потому что с трёх-то как раз дают детский сад. А вот эти самые любимые малыши, которые ещё у нас и на музыкальные занятия кукарекуют, поют. Годовалые. Да, годовалые. Это, конечно, самая прекрасная часть этого действия, этой истории под названием частный детский сад. И я их очень сильно всех люблю. Идут, мы отучаем от сосочки, отучаем от подгузников, всё помогаем, всё делаем. Это, конечно же, большая такая труднозатратная для именно воспитателей, педагогов и наших нянь история. Я вот могу с гордостью сказать, что есть воспитатели, которые работают с нами с истоков. Это так вот, ну, серьёзно, потому что воспитатель, представляете, он много-много лет входит в частный детский сад. А детки меняются, группы меняются, а он остаётся, да. Вот есть такая часть, как няня, допустим, с няней. Сейчас с каждым годом всё тяжелее, у нас все хотят быть руководителями, тиктокерами. Никто не хочет быть нянечкой. Да, нянечкой сложно хотят быть, но те кадры, которые мы находим, мы их, конечно, очень ценим. Но с годовалыми я вообще не представляю. Мне кажется, это действительно очень тяжело. Они же там ещё не все ходят в этом возрасте. Но вот у нас единственное условие, мы просим, чтобы ребёночек хотя бы за две ручки, да, он ходил. Ну, за ручку, да, пусть там, да, не до конца ещё он твёрд в ножках, но он не должен ползать, да. То есть вот этот момент есть. А, ну да, потому что тогда-то вообще сложно представить. И, соответственно, до школы. Да, да. То есть уже подготовительные группы. Да, да, да. С трёх лет идёт группа дошкольная, да, то есть она полноценная, подготовительная. И мы там изучаем всё, что нужно изучать в этом возрасте. И детки книжки читают, и сами что-то создают, и даже видео записывают. То есть у нас в этом плане картин такая полноценная. Ирина, скажите, а как скоро ваш детский сад стал известен? Насколько вот быстро успели на этом рынке закрепиться, и пошла уже... Люди пошли, стали доверять. Вы знаете, наверное, мне кажется, с первого года. То есть мы ещё не были тогда лицензией. Мы были группой долговременного пребывания, да, которые сейчас есть. Но я думаю, что с первого года уже начали доверять, потому что, в принципе, ну, если ты умеешь выстраивать бизнес-процессы, ты предприниматель, который ориентирован на клиента, и у тебя профессиональная компетенция с этим синхронна, то есть я думаю, что любой человек с такими навыками и качествами сможет построить своё дело. И наполняемость, в принципе... Да, наполняемость всегда хорошая. Единственное, что был период, когда у нас группа с трёх лет, немножечко так иногда... Хромало. Было поменьше деток. То поменьше, то побольше, потому что в этот период как раз очень сильно начали давать госсады. Но это был недолговременный период, потому что, на самом деле, даже сейчас, когда дают путёвку нашим родителям, единицы выбирают, ну, просто, чтобы пойти, отдать эту путёвку в госучреждение и перейти. То есть 99% остаются с нами. Я напоминаю, в программе «Бизнес-ланч» сегодня принимает участие владелица частного детского сада «Бомбини» наукограда Фрязина, член общественного совета при Мининвесте Московской области, автор книг, предприниматель, полуфиналистка конкурса «Леди бизнес» Московской области Ирина Данилова. Ирина, скажите, а вы вот уже озвучили, что ещё дополнительные какие-то занятия есть в детском саду? То есть помимо посещения можно ещё на какие-то активности? Да, можно. Мы, конечно, стараемся закрывать полноценно всё для родителей, потому что, конечно же, родители, оплачивая стоимость, у нас вот 18 тысяч рублей, до последнего времени с Нового года мы хотим перейти на 19, вот, и потом на 20 попробовать, потому что, конечно же, у нас стоимость такая, ну, аккуратная, бюджетная, я вам могу сказать по сравнению. Да, поэтому мы, естественно, вводим танцы, у нас есть керамические занятия, занятия с глиной, у нас есть занятия дополнительные с логопедом, с психологом, у нас есть интересная музыкальная составляющая. Открылась «Бомбини плюс» для совсем маленьких деток, вот, да, чтобы они тоже себя чувствовали востребованными, как раз для ваших вот любимых малышей. Скажи «Бомбини минус». «Бомбини минус» — это психологически некрасивая окраска, вот сразу минус, а вот «Бомбини плюс»… Ну, конечно, это более уже в такой позитив. Да, они тянутся, они плюс, они вот подрастают, стоят крепко на ножки, обнимают своими ручками, они могут быть только плюс. Помимо всего, вот, автор книг, Ирина, что за книги? Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, спасибо за вопрос. Для меня это такая очень интересная история. Часто задают общественнику вопросы и предприниматели, как вы не перегораете? Вот я не перегораю, создавая что-то новое. Вот когда-то, в 2015 году, был благотворительный фонд Московской области, который тоже помогает деткам. Мы за последние два года помогли глухим деткам на сумму порядка трёх миллионов рублей. Вот. А книги, вот где-то буквально два года назад, как раз с моментом возникновения пандемии, я подумала, мир меняется, нужно и мне измениться, нужно выразить свои мысли, чувства, как психологу, как психотерапевту, в книгу. У меня же большой спектр консультаций от разных людей, от тех же мамочек, от тех же семей, от людей-коллег-предпринимателей. И, собственно говоря, эта книга была написана, вы сейчас удивитесь, практически за три с половиной дней, а мне было что сказать, ничего себе. Это, знаете, как я когда-то изучала, Агата Кристи писала свои детективы, когда мыла посуду, она в голове продумывала, что зачем идёт, и Александра Маринина также, потому что они профессионально компетентны, одна в одной структуре работала. Агата Кристи просто была необыкновенная женщина. То есть у меня все эти истории были, мне осталось их упаковать в таинство туда, водрузить, чтобы никто никого не узнал, додумать психологическую, художественную окраску. И, собственно говоря, это некий материал, книга называется «Сила мира в точке невозврата». Вот если человек находится в трудной жизненной ситуации, он открывает эту книгу, и там практически всё, что может произойти с человеком, прорешено. Можно найти себе ответ, как выйти в ситуации. Ну то есть как памятка такая, фактически, можно так сказать. Можно сказать, что это прикладная памятка истории людей, у которых происходят тяжёлые ситуации, как они из этого выходят, и зачастую эти герои оказываются в определённой точке, в определённом месте. Допустим, в Казани, в Сочи, в Московской области, в Москве, в месте, которое им дорого. Оно может быть известно, может быть нет. Поэтому «Сила мира в точке невозврата». Там есть ещё карта, можно открыть карту и посмотреть, в какое место отправиться. Вторая книга — это и продолжение, вот я её дописываю, в конце декабря она выйдет, и непродолжение. То есть, в принципе, герои там другие, но пара героев остаётся теми же. Скажите, Ирина, а вот герои вы говорите одни и те же. То есть из каждой истории герои переходят в следующую? Это такое единое? Или каждая история, она имеет своё и закончено? Смотрите, там очень так интересно, на мой взгляд, выстроена конструкция. Конечно же, герои все разные, но так или иначе, отчасти они соприкасаются по ниточке с героями, допустим, первых трёх глав или середины глав, 12 глав книги. Поэтому, конечно же, логика там просматривается. Есть герои-родители героини, есть герои-братья герои, да, то есть есть сёстры одной из героинь. То есть, собственно говоря, все их вопросы, ситуации, проблемы, которые в точке невозврата случаются, там описаны, как они это решают и с помощью кого. Может быть, это друг, может быть, это проходящий мимо человек, может быть, это психолог. То есть, нацелена была книга на то, чтобы дать прикладное руководство, как выходить из ситуации самостоятельно. Ну, то есть, это для любого человека абсолютно. Конечно, конечно. Да, это для любого человека, ну и по отзывам, которые я слышу. Первая уже вышла. Первая уже. Да, её можно приобрести на Озон, на Литрес, на Всемирной библиотеке, они уже там есть. Что за отзывы, что говорят, как приняли? Которые я слышала, ну, мне немножечко вначале было тревожно от отзывов. Все говорят, в конце книги рыдали, в конце книги плакали, а потом с день начали по-другому. Потом я поняла, что, ну, у нас слёзы, это ощущение, в принципе, значит, эмоции, значит, людей трогает. Вот такие вот в основном. 90% отзывов таких. Леди бизнес в Московской области, конкурс, вы полуфиналистка, вот об этом тоже расскажите. Знаете, для меня большая честь, что вот в Наукограде Фрязин, торговая промышленная палата, попросила меня, Ирина, поучаствуйте. Почему вы не участвовали? У вас, конечно, уже много всего разного, да, мы лучший социальный проект года в этом году, по версии Минэкономразвития. А я подумала, действительно, а почему я в этом конкурсе не участвовала? Ну, у нас, конечно, молодой конкурс, но, тем не менее, я поучаствовала, я его выиграла на уровне муниципалитета. Ну, и сейчас получается так, что оказываюсь финалисткой, да, конкурса «Леди бизнес». Я считаю, что такие конкурсы, они очень полезны, они вырывают нас из нашей многозадачности бизнес-процессов некую такую творческую составляющую, посмотреть на себя, познакомиться с девушками, посмотреть, что сейчас модно, что в тренде. Может быть, мы что-то упускаем. Предприниматель – это что? Человек, который должен быть предприимчивым. А предприимчивость – это всегда контакты, связи. Это всегда посмотреть, как строят бизнес в других городах. Вот откуда я узнала бы, да, как другие предпринимательницы строят бизнес и как они защищают свой проект перед инвестором. У нас был вот инвест-пич, да, то есть, поэтому я считаю, что конкурс нереально полезный. И не знаю, кто у нас станет «Леди бизнес» в Подмосковье, конечно, поборемся, но я считаю, что мы финалистки, вот кто уже вышел, я считаю, что мы уже большие победители, потому что, конечно же, вся московская область участвовала. Ирина, скажите, а вот психология, она помогает вам как-то в бизнесе? Вы чувствуете, что у вас больше каких-то бонусов благодаря этим знаниям, чем, может быть, у других бизнесменов? Вы знаете, я вам даже так отвечу. Я вообще не понимаю, как бизнесмен или предприниматель строит бизнес без психологического образования. Мне кажется, это должно быть первично. Конечно, это должно быть яркой составляющей всех образований, которые только могут быть. И если они даже без психологического образования строят бизнес-процесс, значит, они психологи от природы, от Бога, от нашего мира. То есть, в любом случае, там эта вот клеточная биохимия, она есть. И вообще психолог, у нас же сейчас раньше это было достаточно в тренде, на юристов и на психологов шли учиться многие, да. Но я считаю, что психолог, как и лидер в целом, это биохимия. То есть, ты либо рождаешься психологом, и ты действительно живёшь уже так, и у тебя вокруг и друзья, и люди, и всё, что у тебя строится, у тебя завязано на вот этой психологической окраске. Либо ты не рождаешься им, и ты обучаешься дополнительно. Вот я считаю, что я родилась психологом. Вот как-то так. И вокруг люди так считают. Какие ещё проекты интересуют? Потому что я смотрю, достаточно разносторонний человек. Ну, понятно, детский сад, книги, общественная работа, конкурс, психология. Мне кажется, вы не остановитесь на этом. Вот вы знаете, чтобы не перегорать, конечно, пробую многое. Я больше всего сейчас, конечно, полюбила писать книги. Очень хочется развить психологический центр дела Данилова, и хочется сделать... Да, центр же ещё. Да, я люблю проводить мероприятия. Мы делаем благотворительные большие мероприятия в усадьбе Гребнева, Андрея Ковалёва, где как раз мы денежку собираем деткам с особенностями слуха, после кахлярной имплантации. Я люблю проводить разные мероприятия. Квартирники, допустим, соответственно, книгам. Потому что сообщество, клубы, это сейчас без этого никак нужен некий пласт людей, который с тобой, которые тоже лидеры, которые твоя команда. Поэтому, конечно же, психологический центр книги — это, наверное, основное. А там посмотрим. Я ещё... Вот люблю вести программы, веду свой цикл программ дела Данилова, и у Андрея Ковалёва брала интервью. В общем, люблю я быть разносторонней. А основной источник дохода — это всё-таки детский сад или вот центр тоже присоединится? Конечно. Про бизнес — это детский сад, правильно? Бизнес — это детский сад, но я не могу сказать, что вот эта ниша, как психология, психотерапия, она меня не кормит. Она меня кормит с 18 лет. Это нормально, любое должно занятие приносить. Вот как только я оказалась на последнем курсе своего факультета, психология развития у меня была тогда ещё, я изучала всё, что связано с психологией. Я сразу же начала практиковать. Консультации были тет-а-тет, сессии были с парами, семейные. То есть у меня практика пошла сразу. Я сразу водрузилась в этот процесс, поэтому это меня кормит всегда. А сейчас мне захотелось это простроить как бизнес-модель, как компанию, да, то есть и вот мы на стартапе. А где будет центр располагаться? Вы знаете, на данный момент я планирую его сделать в двух местах — и в Щёлково, и в Апрязино. Но, конечно же, сейчас со времён пандемии, постпандемии очень многие перешли на онлайн-формат. Как раз психология этому очень соответствует. Продажа любого курса, либо любого тренинга, либо консультации может проходить в онлайне. И наши коллеги, которые со мной в команду входят, мы готовы это делать. Ничто не заменит, конечно, консультацию лично, но грамотный профессионал с опытом и в онлайне очень хорошо проведёт консультацию. Не хуже. Вот я об этом могу чётко заявлять. А команду вы сами собирали, или вы как-то подобрались все в этот центр? Как выбирали всех людей, кому доверите своих клиентов? Вы знаете, наверное, сама. Вот у меня есть друг детства, он тоже любит эту тему, да, хотя работает в госструктуре. Но, как сказать, как мы шутим, в свободное от работы время люблю быть психологом. Вот у меня есть тоже коллега, работающая с детками. То есть вот растёт команда, и я надеюсь, что, возможно, когда-нибудь вы пригласите меня уже как... Руководителя центра. Да, да, руководителя центра. Но сроки какие-то есть? Когда? Ну, я себе даю год на то, чтобы это стало прям вот чётко простроенным как бизнес-модель, как бизнес-процесс, и чтобы всё получилось. Год даю. Ну, успехов, удачи. Потому что сама-то я уже простроилась, но команду простроить это же нужно, да, всё равно. Ну, понятно, какое-то... Да, какое-то время нам надо быть известными и сработаться, и команда должна сработаться, и мы должны синхронно с друг другом соответствовать, делать, потому что если вектор один, если смотрим в одну сторону, всё получится. Ну, вот я надеюсь, что всё получится. Детский сад тоже будет развиваться? На него какие планы? Планы, конечно же, вот мы росли, строились, уже многие мне задают вопрос, почему нет франшизы до сих пор. Ну, вот я задумалась, что сейчас мы имеем право. Я, конечно, перфекционист, я считаю, что люди, которые сразу создают франшизу, ну, немножечко, как сказать, самоуверенные, да? Ну, понятно, потому что неизвестно, какой будет результат, насколько это будет достойно. Да, конечно, я считаю, что хотя бы лет 8-7 это дело должно просуществовать, прежде чем предлагать франшизу. Чтобы доказать свою эффективность. Конечно, эффективность, что вы пережили пандемию, что вы можете работать в кризисы, что вы можете работать в такие и такие периоды жизни. Я считаю, что мы это себе доказали и теперь имеем право. То есть в планах теперь ещё и франшиза. Да, есть. Ну, что ж, и книги, конечно, да, будут ещё. Вот это вот, на самом деле, я думаю, та история, которая... Я вижу, когда про книги говорить, у вас глаза больше всего загораются. Это такая тема, которая мне дала столько энергии и столько положительных отзывов, что я сама несколько раз прослезилась. Думаю, это вообще мне говорят? Нет. То есть кому-то говорят, не мне. Поэтому, конечно, когда такая отдача от людей, которые читают, и даже я вам скажу, человек, который читал это перед операцией, были плохие прогнозы, она была в очень нехорошем моральном состоянии. И накануне операции ей, ну, моя, получается, знакомая, которая купила у меня книгу, читательница принесла прочитать. Она её прочитала, и на операцию прошла в совершенно другом расположении духа, её хирурги не узнали. И всё прошло. И всё прошло замечательно. У меня аж мурашки, я слышала, да, вот главное, чтобы настроиться. Это реальная история, и я, когда её сама услышала, женщина, которая читала, она была взрослая, ей за 50, но, тем не менее, вот видите, даже, получается, эту возрастную категорию книги трогают. Значит, есть что сказать. Тогда, Ирина, в завершении хочется от вас какой-то вот такой вот совет всем тем, кто отчаивается, как от психолога. То есть действительно нужно настраивать себя на позитив и на хороший лад перед любым делом, и тогда... Вы знаете, я вам подарю книгу, вот, к сожалению, не захватила её сегодня, но найду как способ, как передать. И самое главное, из чего мы должны исходить, основной посыл в книге, если с тобой что-то происходит, если ты чувствуешь, что тебе некомфортно, и что краски сгущаются, люди против тебя, внешние факторы, внутренние факторы, нужно остановиться в этой точке и почувствовать, во-первых, когда это началось, в самый первый раз, а во-вторых, что ты чувствуешь в связи с этим, и посмотреть в себя. Люди-то люди, пространство-пространство, внешние факторы, внешними факторами. Нам надо исходить из себя. Как только каждый человек научится брать ответственность за все свои эмоции, поступки, чувства, исходя из себя, сострадание, конечно же, ему психолог, психотерапевт, все дадут. Но когда мы начнём исходить из себя, наши проблемы приобретут совершенно другую окраску. Мы их будем решать наименее драматичные, наименее травматичные. Потому что когда мы их решаем сложно, мы входим в драму, а потом, может быть, ещё и в травму. Знаете, ногу ломают, руку ломают, лишь бы не идти куда-то. Чтобы этого избежать, нужно уметь останавливаться и анализировать. Как я иногда с коллегами, у нас есть такой юмор, я всё время говорю, так, вот я чувствую, что я что-то делаю не так. Ну, если так можно выразить, я жаргоном скажу. Я чувствую, вот, косяк, да, куда побежал косяк, давайте посмотрим, по какому маршруту, по Московской области, в каком городе остановится. То есть, да, мы же свой организм знаем, свою душу понимаем. Ага, остановился, допустим, в Красногорске. Так, что хочет в Красногорске? Понаблюдать, надо за собой наблюдать. Вот когда мы научимся останавливать, наблюдать, почему мы так или иначе поступили, и что мы потом получили, то есть всё совершенно по-другому заиграет. И мы заиграем по-другому. Ну что ж, спасибо огромное, Ирина, что пришли к нам сегодня. Спасибо, что пригласили. Я желаю вам успехов и удачи во всех ваших проектах в бизнесе, ну и, конечно, победы в финале конкурса «Леди Бизнес». Спасибо вам за такой интересный разговор. В программе «Бизнес Ланч» на Радио 1 принимала участие владелица частного детского сада «Бомбини» наукограда Фрязина, члена общественного совета при Мининвесте Московской области, автор книг, предприниматель, полуфиналистка конкурса «Леди Бизнес» Московской области Ирина Данилова.